Некоторые учёные добиваются успеха в бизнесе, коммерциализируя свои научные достижения. Однако чаще бывает, что учёный создаёт лишь образец своей разработки, после чего начинает сотрудничать с инженерами и предпринимателями. В этом случае каждый из сторон получает возможность заниматься привычным делом. Предприниматель – бизнесом, а учёный – исследованиями. Примеры такого взаимодействия можно найти в Институте общей физики Российской Академии Наук. Ближайшее будущее медицинской диагностики может выглядеть так. Чтобы выяснить, есть ли в вашем организме бактерия хелиобактер филари, провоцирующая гастрит и язву, вполне достаточно двух выдохов. Хотя пока для этого берут пробу прямо из желудка при помощи зонда или проводят анализ в крови. Облегчить жизнь врачам и пациентам пытается заведующий лабораторией Института общей физики Евгений Степанов. Он вместе с медиками разработал новый прибор для гастроэнтерологической диагностики. Я случайно обнаружил некоторую реакцию, в результате которой происходит образование СО в организме. То есть, таким образом, оказалось, что мы видим с помощью лазера, мы видим в выдыхаемом воздухе некий процесс, который происходит внутри организма. Можем с помощью нашей системы исследовать эти процессы. Применяя разработанный им метод изучения составов газовых смесей, Степанов с коллегами выяснил, что в выдыхаемом воздухе содержание угарного газа у разных людей разное. После серии экспериментов оказалось, что наибольшее содержание оксида углерода у тех, кто заражен хелиобактер пилори, а значит, подвержен риску заболеть гастритом, язвой и даже раком желудка. Сама методика определения выглядит так. Пациенту дают выпить фруктовый сок и специальный реагент, после чего берут пробу выдыхаемого воздуха. Через 15 минут забирают воздух из легких еще раз и тоже подвергают анализу. Затем сравнивают содержание угарного газа в обеих пробах. Чем больше разница, тем выше вероятность инфицирования. Этот прибор существует пока в единственном экземпляре в виде прототипа. Прототип. Образец инновационной продукции, созданный в одном или нескольких экземплярах с целью проверки его потребительских качеств потенциальными покупателями и пользователями. Практикующие медики, знакомые с методикой, с нетерпением ждут, когда она станет доступна для поликлиник и больниц. Интерес к инновационному диагностическому оборудованию проявляют как в России, так и за ее пределами. Россия входит в тройку первых стран мира по заболеваемости раком желудка. Примерно 70% от всех случаев заболеваемости раком желудка обусловлено вот этой инфекцией хеликобактер пилори. Исправить эту ситуацию можно. Япония еще 10 лет назад занимала первое место по уровню заболеваемости раком желудка. Однако, когда борьба с этой болезнью вышла на национальный уровень, и были использованы своевременные методы диагностики, ситуация изменилась. Один прибор должен примерно на 150 тысяч населения. Вот посчитайте, сколько нужно для нашей страны. А поскольку этот прибор существенно дешевле зарубежных аналогов, потому что он базируется на других принципах, то, безусловно, этот прибор получил бы, наверное, большой спрос и в других странах, не только в России. Сегодня эта разработка, созданная с помощью государственного грантового финансирования, существует в одном экземпляре. Организовать производство и продажу приборов ученые сами не в состоянии. То, что ученый, изобретатель, инженер останавливается на прототипе, это нормально. Ему надо не биться головой об стенку и не стараться человеку, который там среднего возраста или уже пожилой, вдруг стать бизнесменом, а найти тех партнеров, которые вместе с ним смогут сделать компанию, смогут сделать бизнес. На Западе эта схема давно отработана и прекрасно функционирует. В Калифорнии больше 100 тысяч частных инвесторов, готовых предложить свои предпринимательские навыки и связи разработчику. Однако в России нехватка финансирования и квалифицированных молодых кадров – не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться российским ученым. Еще не хватает нам, будем говорить, партнеров, которые бы могли перехватить, так сказать, вот у нас наши разработки и дальше с нашей помощью, с нашим участием довести их до, так сказать, требуемой кондиции, то есть то, что можно предлагать рынку. Ученым же разбираться в запросах рынка медицинской техники трудно, да и не очень интересно. Им и с инженерами довольно сложно говорить на одном языке, не говоря уже о бизнесменах. Когда я работал в Гафане, я пришел к инженерам и начал допытываться, почему у них работает лазер, тогда как по всем расчетам он работать не должен был. Они мне сказали, ты знаешь, иди-ка ты, друг, и разбирайся сам, почему он не работает, у нас работает, и все. Ну, я пошел, расстроился и пошел к старшим товарищам, пожаловался. Они сказали, ты знаешь, инженеры – это люди, которые совсем отличаются от ученых. И рассказали историю про академиков Тама и Боголюбова, как они однажды в Альплагере столкнулись с ситуацией, когда сломался двигатель. И все их позвали, ну, как великих физиков, чтобы они починили двигатель. Когда их привели к этому двигателю, они переглянулись в страхе. И сказали, кажется, это двигатель внутреннего сгорания. И, естественно, ничего починить не смогли. А наутро пришел механик и все починил. А вот команде Сергея Олимпиева удалось найти соинвестора. Олимпиев тоже начинал с желания создать коммерческий масс-спектрометр. Это прибор, позволяющий определять, какие именно органические вещества и в каком количестве присутствуют в пробе. Ученые разработали новый способ увеличить чувствительность прибора. Это должно было заинтересовать силовые ведомства. Прибор мог определять наличие или отсутствие в пробе воздуха следов взрывчатки или наркотических веществ. Однако проект немного опоздал. На рынке появился другой прибор. Тогда ученые переключились на разработку масс-спектрометра для нужд медицины. Здесь создатели установки увидели большой коммерческий потенциал. Сегодня рынок подобных устройств в мире оценивается в 5 миллиардов долларов в год. В перспективе я уверен, что это будет интересно и нужно, необходимо в нашей стране. Потому что весь мир идет именно таким путем. Вот развитием рынка масс-спектрометрического оборудования, дорогостоящего очень оборудования. И у нас есть два выбора – покупать зарубежные приборы или пытаться создать свой собственный прибор, который, вообще говоря, дешевле импортного прибора. Больше всего такие разработки ждут в отделениях токсикологии. Именно масс-спектроскопическими методами можно точнее всего определить, чем именно отравился пациент. А значит, оперативно начать нужное лечение. Еще одно применение точного аналитического оборудования в медицине – выяснение дозировки лекарства для каждого пациента. При некоторых видах заболеваний лишний миллиграмм препарата способен нанести вред больному. С инвесторами, взявшими на себя затраты по коммерциализации продукта, а также хлопоты по оформлению необходимых документов и инженерную часть, Олимпиев познакомился на презентации своей разработки. Команда ученых отвечает за научную часть проекта. Несмотря на жестко поставленные сроки, здесь рассчитывают на успех. Главнейшим является экспрессность анализа. Нам нужно гораздо меньше времени на анализ пробы. Это первое. И во-вторых, по ряду соединений чувствительность нашего прибора существенно превышает аналог. Вот в этом состоит наша ниша. Удачным примером коммерциализации научных разработок сотрудников Института общей физики является хирургический лазер «Лазурит». Его создал Давид Кочиев. Работа над ним началась в 90-е годы. Тогда группа ученых-энтузиастов решила воплотить свои наработки в действующем приборе. К этому подталкивал накопленный опыт и необходимость обеспечить семью в условиях резкого сокращения государственного финансирования в России. Еще несколько лет назад на те зарплаты, которые платили в Академии наук, не мог прожить ни младший научно-трудник, ни старший, ни ведущий, ни доктор наук, ни директор института. Чтобы создать первый лазерный прибор «Лазурит» ученым пришлось вкладывать свои сбережения. Продажа около двух десятков лазерных установок помогла коллективу ученых выжить. Прибор следующего поколения «Лазурит» был намного сложнее и функциональнее. Здесь помогли друзья Давида Кочиева, которые занимались строительным бизнесом. Один из них, мой однокурсник, Лагиев Магомед, и он, наверное, в память о тех лет у него все равно осталось, и он как-то сразу поверил и не пожалел ни времени, ни собственных средств. «Лазурит» в действии. Хирурги выполняют операцию по удалению опухоли почки. Уникальность медицинского лазера заключается в том, что он выполняет сразу несколько задач. Не только разрезает ткани, подобно скальпелю, но еще и, по сути, зашивает, сваривая рану. Следовательно, уменьшается кровопотеря, что особенно важно в детской хирургии. «Если использовать другие материалы, как би-коагуляцию электрическую или ультразвуковую коагуляцию, справиться с этим включением бывает достаточно трудно. И поэтому вообще вот такие резекции небольшие выполняются при пережатии почечной артерии. То есть ее на время пережимают и тогда выполняют резекцию. Лазер нам позволяет это делать без пережатия почечной артерии». Сегодня компания готова производить 5-6 таких установок в год. Учитывая качество продукта и его востребованность, бизнес имеет все шансы на успех. Правда, есть одно «но». Для участия в тендерах на поставки оборудования в государственные медицинские учреждения требуется заполнить огромное количество бумаг. Крупные компании нанимают на работу специалистов по заполнению подобной документации. «Малый бизнес» такого себе позволить не может. «Зачастую количество процедур, которые должен пройти проект, компания или продукт, оно настолько велико, что у маленькой компании из 10 человек штата или из 20 человек штата просто не хватает ресурсов, чтобы заниматься делом и заниматься еще всеми этими процедурами». Несмотря на трудности, которые наука испытывает последние десятилетия, отечественные ученые по-прежнему создают много перспективных технологий. Однако вывести их на рынок удается нечастно. Существует масса проблем, свидетельствующих о том, что инновационная цепочка работает плохо. Ученые надеются, что вырастет число предпринимателей, заинтересованных в коммерциализации новых разработок. В уже созданных компаниях, в свою очередь, рассчитывают, что условия для участия малого и среднего бизнеса в тендерах и конкурсах будут облегчены. Ведь, по мнению специалистов, это было бы выгодно тем участникам рынка, кто предлагает потребителю технологические новинки.